Всем привет! Вы на канале Стрипуха. Сегодня готовим шоколадные пирожные с вишней. Для начала приготовим тесто. Нам потребуется 2 стакана муки 275 грамм, 2 стакана сахара 375 грамм, 230 грамм сливочного масла, пол стакана сливок жирностью 10 процентов, 4 столовые ложки какао, 2 яйца, 1 чайная ложка разрыхлителя, 1 чайная ложка ванилина и 1 четвертая чайной ложки соли. Для начала смешаем сухие ингредиенты. Для этого кладем просеянную муку, добавляем 375 грамм сахара, это 2 стакана, и 1 четвертую часть чайной ложки соли. Тщательно перемешаем сухие ингредиенты, отставляем их в сторону и переходим к плите. 230 грамм сливочного масла растапливаем в кастрюле. Добавляем 4 столовые ложки какао-порошка. Теперь добавляем в эту массу 1 стакан кипятка. Ставим на плиту и кипятим 30 секунд. Достаем нашу мучно-сахарно-яичную смесь и аккуратно добавляем. При таком способе тесто заваривается, мука заваривается, клейковина расходится и вкус получается нежным, воздушным у теста. Смесь тщательно перемешиваем до однородного состояния. Тесто у нас будет для пирожных жидким. Пока горячее тесто остывает, смешиваем жидкие ингредиенты. А к жидким ингредиентам у нас относятся яйца. Два яйца. Разбиваем в миску. Вбиваем венчиком яйца с добавлением полстакана сливок жирностью 10%. Добавляем в эту смесь по 1 чайной ложке разрыхлителя и ванилина. Как же его назовем, Федор или Василий? Даем немножко остыть нашему тесту, чтобы яйца не сварились. И смешиваем обе части. Пока размешиваем тесто, вставим в духовку разогреваться на 180 градусов. Я пока поставлю на 200, при выпечке буду ориентироваться на 180 градусов. Берем противень, застилаем его пергаментом и наливаем тесто. Распределяем тесто равномерно по поверхности и отправляем в духовку, в разогретую духовку на 20 минут. Но тесто уже можно есть вкусное, невозможно. Прям шоколад настоящий. Опускаем температуру на 180 градусов. Выставляем время 20 минут. Через 20 минут достаем наш коржик. И даем ему охладиться. Тесто получается тоненькое, нежное, видите, такое эластичное, гибкое. Для того, чтобы перевернуть тесто, накрываем его и делаем вот такое движение. Убираем пергамент. Отставляем в сторону остывать дальше, а мы будем делать крем. Для крема будем взбивать 300 грамм сливочного сыра. Я использую виолеты. Это такой сыр, он такой с характерной кислинкой, я бы сказала, с солинкой. Можно заменить, если вы любители сладкого, на сыр, например, маскарпоне. В 300 грамм сливочного сыра добавляем полстакана сахарной пудры. Взбиваем сыр сахарной пудрой. Сыр с сахарной пудрой пока отправляем в сторону и приступаем к взбиванию сливок. Отдельно взобьем холодные сливки. Жирность 33-35%, объем 150 миллилитров. Объем сливок должен увеличиться в два раза. Теперь нужно смешать сливки с сырной массой. Смешиваем с маскарпоне. Добавляем в сливки предыдущую смесь сырно-сахарную. И все перемешиваем. Наш крем готов. Теперь можно его поместить в кондитерский мешок и отправить в холодильник. Как только корж остынет, при помощи круглой формы вырежьте столько кружков, сколько поместится. У меня диаметр, наверное, 8 сантиметров. Чем меньше диаметр, тем больше пирожных у вас получится. Но открою вам секрет. Если у вас совсем немного времени, не тратьте его на вырезание кружков из бисквита. Просто разрежьте корж напополам и прослоите его. Затем накройте вторым коржом и у вас получится тортик. Главное, чтобы четное было. Раза 3, 4, 5, 6, 7, 8. Накладываем сливочный крем на наши маленькие коржики. Это можно сделать и при помощи кондитерского мешка. Или с помощью ложки, как я. Приготовим глазурь. Я предпочитаю ее готовить на водяной бане. Одну плитку шоколада массой 100 грамм ломаем на кусочки. Шоколад ломаем в оберке для того, чтобы не спать петрухи. Ставим емкость на кастрюлю. К шоколаду добавляем 150 миллилитров сливок жирностью 35%. Соединяем сливки с шоколадом. Выкладываем пирожные на решетку и поливаем глазурью. Теплой глазурью выкладываем на серединку. Теперь необходимо дать глазурь застыть. И останется последний момент. Мы будем украшать его в октябре вишни. У вас найдется не один повод, чтобы приготовить эти пирожные. Украшаем, когда полностью застынет глазурь вишни коктейльной. С вами была Стрепуха. Ставьте лайк, нажмите на колокольчик. И не забывайте подписаться на мой канал, чтобы не пропускать новые рецепты. У вас найдется не один повод, чтобы приготовить эти пирожные. Рецепт их очень прост. С ним справятся даже начинающие. Но не торопитесь есть эти пирожные. Дайте глазурь хорошенько застыть. Приятного аппетита! Субтитры подогнал «Симон»!